Девушки отдыхают Я не могла не подметить, что ваш талант игры на поле не уступает вашему таланту позирования. Да! А если вот так? Скажите, вы не задумывались податься в модели? Просыпайся, звезда футбола. Завтрак у Спензи сам себя не готовит. Привет, Шейкс. Хотела узнать, у тебя все хорошо после вчерашнего? Привет, мам. Да, я в порядке. Следующий матч у меня в Южной Америке, а насчет того, что я сказал... Обсудим при встрече. Я заеду, как только вернусь. Похоже, Спенза не может предложить тебе таких условий, к которым ты привык. Спам, спам, отписаться. О, письмо фаната. О, как мило. И странно. А это письмо от Юниты С... КЖСС. Она фотографирует знаменитости и хочет провести со мной модельную фотосессию. Да, думаю, ты права. Извини. Не могу в футбол. О, она настойчивая. Мистер Матадор, знаю, вы занятой человек, но мы можем провести съемку у вас в номере перед матчем. Юнита, я либо тренируюсь, либо играю в футбол. А что, если мы найдем того, кто вас подменит? Ха-ха, смешно. Ну, и что дальше по графику? Чтобы подготовиться к Когнито, будем тренироваться в лесах Амазонки. Амазонки? Вас ждет грязь, пот и... Слезы. Змеи. Это будет настоящее безумие. Мистер Матадор? Супер Страйкеры. Двойная подстава. Внимание, ребята. Сначала плохие новости. Автоматик официально покинул команду. Очень жаль. Он даже не попрощался. Будет его не хватать. Такого, как он... Да. Но зато Клаус на один шаг ближе к основному составу. А хорошие новости, тренер? У Шейкса закончилось отстранение. Пора провести небольшой типбилдинг. Извините за то, что залез в кабинет Винца. Больше так не делай. Пора сосредоточиться. Верно. С этого момента нужно выигрывать каждый матч. Иначе не попадем в финал. И что может быть лучше к подготовке к матчу, чем... Грязь. Пот и... Смей. Надеюсь, ты готов к жесте, Эль Моточел? Тренер, у нас ведь нет никакого снаряжения. Но у вас есть новые бутсы. У защитников зеленые, полузащитников красные, нападающих желтые, а у лидеров синие. Бутсы активируют этот мяч. Так мы отследим, кто из вас дольше владеет мячом. Ладно, давайте защитники выбьют мяч из самолета. Банчер. Только не это. Четко! Ну же, ребята, вперед! Ну, тренер, как же мы тогда вернемся вверх? А вот и они. Похоже, нам удастся взять эксклюзивное интервью у менеджера Когнито. Здесь кроме нас никого, потому что Иньо не дает интервью перед матчем. Она скрытная. Что ж, вызов принят. Мне нравится твоя целеустремленность, но в фарпосте делают ставки на слухи. Брось, Фрэнк. Нам не нужны все эти вампиры, пришельцы и теории заговора. Суперлига тоже интересная тема. Это работа спортивных изданий. Тренер Иньо. Никаких интервью перед матчем. Говорил же. Эй, такое ощущение, что вы что-то скрываете от нас, Иньо. Хотите эксклюзив? Суперстрайкеры тренируются в джунглях. Тренер, как мы станем более едиными, если соревнуемся друг с другом? Лучше всего объединяет здоровая конкуренция. Итак, мы проверим, чтобы все части команды работали сообща. Не тормози блок. Давайте поднажмем, парни. Клаус, хватит высматривать змей. Лучше высматривай мяч. И Эль Матадор? Ну, ты, по крайней мере, не жалуешься. Да, я впечатлен. Это даже немного странно. Да, признайся, кто ты такой, что ты сделал с настоящим Эль Матадором? А? Открывай рот только для улыбки, а не для болтовни. Таков путь, модели. Как-то странно ты себя ведешь. Да вовсе не странно. Просто я не он. Зовут меня Логан, и я модель. Эль Матадор нанял меня подменить его через двойных двойников. Двойных двойников? Это приложение для найма двойников. Делаешь фото, пробиваешь по базе и бинго. Двойника доставят прямо к порогу. Оу. Ну и где настоящий Эль Матадор? Оу, точно. Без понятия, ребят. Я не имею права разглашать, когда въезжают наши гости. А особенно, когда гости – это популярные футболисты. Оу, прошу прощения. Похоже, мы напали на след. Тренировки в джунглях. Добро пожаловать в отель «Шангри Лала». Бонжур, месье. Я приехала провести фотосъемку для одной футбольной звезды. А, Юнита, скажи... Идемте. Футбольные звезды? Но я думала, суперстрайкеры еще не въехали. Это я, Августо. И... Оу, Юнита. Наконец-то. У меня появился шанс пофотографировать лучшего футболиста на свете. Сегодня мы попробуем то, что выходит за рамки навыков. За рамки красоты. Мы попробуем запечатлеть ваш ассанс. Мой что? Ваш жоа де вивре. Жоа де... Ваш рейсон дэтр. Короче, можете запечатлевать все, что вам хочется. Я уже рад, что не ползаю в грязи по джунглям. Дайте знать, если будет нужна какая-нибудь помощь. Быстрее, маши листьями, Августо. Быстрее! 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 Эль Матадор, вы должны быть смелее, сильнее, безумнее. Станьте ягуаром. Ладно. Да! 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 Нет, 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 это нехорошо. Расскажем тренеру. Хотите меня выдать? Мне будет стыдно, особенно потому что Эль Матадор мне уже заплатил. Вряд ли это лучшая идея, если вспомнить, через что прошла команда. Ты про тот раз, как мы пробрались на базу? Травма Норда, мое отстранение. Уход автоматика. Да, не хотелось бы доставить неприятности Эль Матадору. Вот и молодцы. Кстати, это ведь вроде Кул Джо и Тегер. Так, Логан, держись позади нас. Ничего не говори и не делай. Мы с Клаусом разберемся. Да. Ух ты. Это было круто. Эти лианы такие крепкие. Может, в футболе я и не разбираюсь, но я родом из Австралии, так что в джунглях выживать умею. Вперед, привет! Лови их! Ого! Эль Матачел неплохо умеет раскачиваться на лианах. Но он нам не ровня. Да, Блор? Мяч летит прямо в реку! Что? До скорого! Орел! Больше орловости! Орел! Еще шоколада. Да. А теперь вы бородавочник. 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 Бородавочник! Бородавочник! А это что за животина такая? Дюгонь. А ты, часом, не придумал этого динь-дона? Дюгоня! Ребята и тренер до сих пор играют в джунглях. Ага, вряд ли это приятно. На самом деле это довольно круто, когда... Не так круто, как эти фотки. Да, я был ягуаром, орлом и бородавочником. Прекрасно. Мистер Матадор, почему вы здесь без команды? Вы уходите из суперстрайкеров? Нет, нет, нет. Я только... Отлыниваете от тренировки? Что? С чего бы мне отлынивать? Фрэнк, камера. Эй, Юнита. Прошу, не нужно фото. Тренер позволил Эль Матадору пропустить тренировку? Эта история становится все более и более интересной. Ну что, нападающие, вы готовы? Давай! Эль Матачел! И снова он упал в реку. Вот опять. Игра окончена. Мой мелочий! Тренер! Это было круто! Эпично! Нашей задачей было поработать над слаженностью игры каждой части команды. Немного здоровой конкуренции, да? Именно так. Норт, Блок и Биг Бо больше всего владели мячом. И это здорово, потому что это их главная задача. Тот, кто удерживает мяч, контролирует игру. Меньше всего мяч был у нападающих. Но это тоже хорошо. Ваша задача – забивать. Главное, пасуйте Эль Матадору. Честно говоря, в джунглях было много сюрпризов. Но главное из них – то, как Эль Матачел летал на лианах. Да, чувак, ты себя чувствовал как дома. Да ладно, отпустяки. Да, похоже, Эль Матадор сам на себя не похож. Столько грязи, пота и змей, верно? Ему нужно поскорее в роскошный отель. То есть, Эль Матадор был на тренировке в джунглях? Но мы видели его здесь вчера. Мистер Матадор! Мистер Матадор! Скажите, как вы готовились к матчу? Есть новые идеи? Классная прическа! Может показаться, что она мне кенгуруска. Прошу прощения, никаких разговоров. Таков путь модели. Покажи-ка мне вчерашнее фото. Может, он незаметно выскользнул? Либо же есть два Эль Матадора. Да, заголовок у Эль Матадора есть злой близнец. Фрэнк. Извините, в каком номере Эль Матадор? Может, вы его сами об этом спросите, мистер Матадор? Ну, дело в том... Он забыл, какой у него номер. Правда? Безумная ночка. Вот ты где. Лицом к лицу с моим нанимателем. Мой двойник, новичок. Не волнуйся, Логан отлично тебя сыграл, а мы с Клаусом сделали все, чтобы тренер ничего не заподозрил. Фу, отлично. Но жаль, то, что ты пропустил тренировку, опасаясь грязи и пота. Я не просто избегал прелестей джунглей. Друг, хочешь сказать, что ты нанял двойника, чтобы устроить фотосессию? Да, разве не круто? Матерь божья, да у тебя талант, дружище. Ты познал путь модели. Да, но у него есть проблема под названием футбол. Если мы не победим Когнито... То не попадем в финал. Но если честно, Шейкс, командная работа мне не нужна. Просто без автоматика наш план отдавать передачи тебе. Вот и славно. И никому об этом знать не обязательно. День матча на Энигме. Сегодня Когнито сразятся с супер... Команда потеет в джунглях, а Эль Матадор отдыхает в отеле? Кто читает этот бред? Эль Матадор, тебе об этом что-нибудь известно? Нет. Да, бред полнейший. Ну а чего еще можно ждать от форпоста? Ха-ха-ха. Эй, ты ведь Лина Лонг, верно? Берн Зетт, футбол 360. Отличная статья про джунгли. Не знал, что форпост так внимательно следит за футболом. Спасибо. Со злым двойником было бы куда удачнее. Этому нет никаких подтверждений. Посмотрим, чему суперстрайки научились в джунглях. Субтитры создавал DimaTorzok Орел! Динь-дон! Ягуа! Что? Ты в порядке? Да, да, все хорошо. Просто упустил мяч из виду. Сегодня Эль Матадор сам не свой. Да. Эль Матадор, вперед! Ты сможешь, приятель! В отеле? Но ты ведь был с нами в джунглях. Нет, тренер, я тогда был на фотосессии. Так эта статья не врет, фарпост. Тренер, это правда. Эль Матадор в джунглях был не Эль Матадором. Но ведь он был один в один, как он. А, тренер? С ума сойти, да? Невероятно! И невозможно! Стоило догадаться, что Эль Матадор не летал бы так на лианах. Эй, ты ведь повторял эти же позы с фоток на стадионе. Да, ну. Что, правда? Да, у него серьезный случай вспышка Ниоза. Так бывает, когда перебарщиваешь с путем модели. Как, говоришь, звали того фотографа? Юнита Скажи Сыр. Серьезно? Ее звали Юнита Скажи Сыр? Да, фамилия будто выдуманная. Потому что это замаскированная Иньо. Что? Очуметь! Неудивительно, что она такая скрытная. Она устроила нам двойную подставу. Ну, тогда давайте используем его, чтобы устроить подставу для Иньо. Что? Как? Сам знаешь, что играть я особо не умею, так что прошу от меня многого не требовать. Главное, помни тот удар из джунглей. Давай! Опять я не смог поиграть в футбол. И снова в этом виноват только я сам. Ты должен сказать, кто круче всех. А потом мы станцуем. Какой танец друг? Кто круче всех? Он круче всех. Это Эль Матадор. Да. Похоже, Эль Матадор забыл собственный танец. Это не Эль Матадор. Что будет, когда в Суперлиге узнают, что ты незаконно подменил Эль Матадора? И что они скажут, когда узнают, что ты мешала тренировкам соперников? Я использовала эго Эль Матадора против него. Что ж, а я тогда использую его альтер-эго против тебя. Ладно. Посмотрим, как модель сможет играть в футбол. Когнито забивают в контратаке, но ничьей недостаточно. Борьба за победу продолжается. Эль Матадор не потерял бы мяч так глупо, если только... его нет. Быть не может. Эй, стой! Слушай, я показал все, что умею. Но теперь вам нужен настоящий футболист. В этот раз ты всех подвел, Эль Матадор. Но они тебя поддержали. Даже этот новенький. Ребята! Фрэнк, смотри! В чем дело, Эль Матадор? У меня есть план, как одержать победу. Заказать еще одного двойника? В этот раз я должен сделать все самостоятельно. И что мне там снимать? О, забей. Оставьте Эль Матадора и готовьтесь контратаковать. Но что делать с его вспышкой Нелоза? Он сказал, у него есть план. Время на исходе, и суперстрайкеры борются за владение мечом. Похоже, сегодня мы не увидим решающего гола, Мак. Но внезапно парни в красном идут в атаку. И несмотря на его не самую лучшую форму... И они снова отдают мяч Эль Матадору. Похоже, у Эль Матадора до сих пор какие-то проблемы. Бросьте его. Бегите. Для Эль Матадора это был необычный матч, но он принес победу команде. А победа против Айрон Тэнк через неделю позволит им выйти в финал. Молодцом, Эль Матадор. Но как тебе удалось преодолеть вспышка Нелоз? Да, точно. А вы ведь не думаете на самом деле, что я Эль Матадор? Что? Лоббин? Похоже, твой план сработал, Эль Матадор. Да, мой план заключался в том, чтобы обмануть Иньо и выиграть матч, но самому пришлось наблюдать со стороны. Ты помог нам играть, сообща. Ты позволил другому забить решающий гол? А что еще осталось? Какая самоотверженность. Все ради команды. Избегая общего внимания. Это уж точно не назовешь путем модели. Не волнуйтесь, в следующий раз я буду забивать. А сейчас меня ждет еще одно фото. Попозируем еще, если ты не против. Динам. Правильно, Дюгонь. Фрэнк, смотри. Злые близнецы. Мы прозевали такую громкую сенсацию. Да, слушай, Линда, вряд ли тебе место в форпост. Но я ведь была вашим лучшим репортером. Я знаю. Поэтому я сделал пару звонков. Ну, и что ты ей скажешь? Да просто буду честным. Скажу, что она не может защитить меня от всего на свете. Но ведь мамы для того и нужны. Да, но она считает, что Суперлига – это скопище лжецов. При этом она скрывает что-то о моем отце. Что такое? О, Нанди наказана из-за Килиманджаро. Бедняга. Но почему она в твоей комнате? Да. Ха-ха, теперь это ее комната. Похоже, диван у Спенза теперь твой новый дом. Спасибо, приятель. Но даже если я не вернусь жить к маме, я что-нибудь подыщу. Быстро ты! Да, ее нет дома. Скара, что мы делаем возле дома Шейкса? Наблюдаем, ждем. Совсем скоро он сделает какую-нибудь глупость, тогда мы и будем действовать. Но что, если мы сделаем какую-нибудь глупость? Как в тот раз, когда мне сказали вести себя тихо в библиотеке. Я сдержал тихо, а все равно вышло через зад. Ну или... Двоем больше забьем! Когда будем суперстрайкером, не думал, что останемся мы двое. Нужно держаться вместе. Я тебя не понимаю! Скара, нет! 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 Нет!